друзья всем доброго времени суток сегодня рассмотрим данные орхидеи после пересадки в дешевый бюджетный субстрат но для начала я вставлю небольшую предысторию как все это было дальше возьму еночка мне прислала хвойный опад можно конечно и без него но я думаю елочки у многих растут можно я про него постоянно забываю дючат и не добавляю ложку возьму так вот пристали я ему конечно это не так эстетично смотрится как в тех стаканчиках где и на стекло беленькая мог на зелененький креневитик такой вот рыженький все красивенько но давайте ради эксперимента попробуем как сказала без танцев с бубнами ни в чем не замачиваю сильно много тут прям вот да уж он скажет так не обдирала ничего даже вот чешуйки особо вот видите не снимала ничем не замазывает и тасс срез вот прям эксперимент эксперимент посмотрим что нас будет ждать хотя хочется положить немножко и маха вкусного леночки на что посадочка более красиво смотрелось уж давайте пробовать нужно ли это все что мы тут с вами творим и делаем замачиваем замазываем и меня это тоже будет эксперимент ну вот как бы все так вот набью горшочек один на другой и вся посадка по сути засыпать и все кора кончилась сейчас я также нарежу вниз у коры по щепы мелкой фракции тоже тоже смотрите ничем не обрабатываю не закрываю чтобы никто ничего не тут потом не говорил не размещаем архитричку нашу стаканчик засыпали немножко конечно болтается потому что кореш очков внутри мало орешки нам в помощь вот одна архитричка и вот пара архитричка бюджетный посадки бюджетный кори белый беглит но как по мне не так его хотелось коллекцию поэтому я заказала дважды его и дважды влюхалась в одну и ту же тему хочу напомнить предысторию эти бегли бы пришли ко мне с деком с минском сначала пришла вот эта архитричка за ним чисто так получилось как получилось ничего пока мы живем сейчас мы тут все обработаем пересадим надеюсь будет еще лучше налила фильтрованную воду и добавила приве курсу ты на дупло от него вот вся инфекция может идти вот стволик это плохо здесь будут в этом месте конечно тоже бы чем-нибудь обработать замазать этот листик вот недавно был снят я вот тут еще плохо чешуйчики убрала надо чуть получше то есть у этой орхидеи очень-очень мало чего я плохого снимала в отличие от этой орхидейки здесь побольше пропавших корешочков было несколько веточек мха порезала он сухой но шишечки видите зеленый будет расти тут смотрите прям чуть-чуть буквально пару веточек просто по чекала порезать и в эту же мисочку я добавлю хвойный опад ой хвойный опад мне прислала лена с приморья с приморья леночка в нашей группе 20 пускай прислала когда вкусный вкуснейший опад вкуснейший мог пробковое дерево и шишечки с орешками были у нас очень дружный коллектив всегда приглашал фитола венчиком хуже не будет потому что и видите тут такой вот закупленные корешочки у нас прерывающими когда знали цветоносца у меня в посадку пойдет а я вот это вот терпеть не могу давно счет с дыркой пол и видите что-то я это поторопилась смотрите видите полностью мазываю до конца весь со что я буду сейчас использовать а это будет паста то пуджин которая имеет фунгицидные действия и при закрывает место среза такой когда высыхает пленочкой и туда не попадает инфекция поэтому мы сейчас это цветонос вот так вот обильно покроем кому я показываю непонятно себе был растущий кончик вы видите но я его где-то отбила как минимум он расти и станет может даже подгонить на низу прямо чуть-чуть керамзитика слой чистого мешанин размещаем орхидеичку носу и дольше приготовления были сейчас мы будем вот этой каши-малаши засыпать что-то не с руки поставим получается недорогие сначала как сказала хотела архиату использовать потом подумала ну скоро и у меня и будет там уже на дне осталось буду уже использовать то что буду использовать дальнейшем посадка была отдельно вот эти две орхидеи ким и в одном видео пересаживали в один день эти две орхидеи в другом видео другой день но почему они стоят вместе потому что у них посадочка практически не отличается за маленьким исключением здесь немножко немножко добавлен у поняли из коротенького ролика который специально я ставила для того чтобы напомнить как все это было если кто-то не смотрел то здесь очень бюджетный субстрат друзья и хорошо развивается при этом тут корневая система здесь керамзит мелкой фракции я его покупаю леруа мерлен копейки стоит далее бюджетная кора которую тоже показывала в обзоре сайта мульча рф и просто резала кусочками и клала просто кладезь витаминов это хвойный опад он такой мигусенький не его прислала лена с приморья лена участница нашей группе ватсап орхидейки были не идеальные качество у них было не идеальное но посмотрите вот здесь вот этих корешочков не было это уже корешочки наросли находятся в росте вот новенький листик все листики хорошие все в тургаре все глянцевые действительно посадка получается крайне бюджетная стакане нет дырочек первые поливы у меня для того чтобы разработать кору я наполняю стаканчик практически доверху тоже это я показывала в каком-то из своих видео далее сливаю через какое-то время буквально пять минут стоят так сливая воду и то что останется вот стараясь слить полностью что что останется остается вот здесь на дне так я делаю пару-тройку раз пока вот кора разработается далее просто у меня небольшой пролив по краю периметру горшочка составление водички ну прям буквально с пальчик и этого хватает но вы сами смотрите конечно как там у вас у меня сейчас это орхидеечки видите корешулечки прям вот спустились спустились и вот этой водички прям вот достаточно если корни маленький но принципе если корни коротенькие маленькие в такие стаканы сажать то не стоит надо брать стакан по размеру то есть если вас большая разница корни здесь стаканчик высокий и водичку только здесь оставляете я думаю что будет все равно хоть закрыта система орхидейки суховато тогда надо будет все-таки проливать подымая воду то есть оставляя и буквально там чтобы корешочки намокали и ее сливать вот в общем смотрите хорошо развивается тургор отменный корешулечки находятся в росте посадка стоит копейки вот это вот выйдет вам копейки вот с теми же с красивыми стаканами все это очень очень бюджетно тоже вот смотрите листик вырос у нас новенький вот хорошенький и он уже корешулечки устремились мокренький полив не так давно был уже вниз устремились и тоже находятся в росте и от шейки в росте у нас корешульки всего ну я считаю хорошо мне понравилось мне понравилась такая посадка чем потому что я так отвлекли немножко нравится тем что моим орхидеям нравится и что это что это все эти компоненты можно принципе найти в легкой вот этих орхидеи это красивые бегли бы не знаю на самом деле какой сорт стейси может быть потому что у него листик в краб купила недавно тоже бегли крабчатый но у него другой сорт потому что листики у него не имеют краба и сам цветок вот видите краб как у монах и это нам и сам цветок больше вы видели в каком состоянии пересаживала их и состояние было потому что они пришли ко мне по почте мокрые полноценное полноформатное видео вы можете пройти и посмотреть вот ну и давайте посмотрим что тут как вот происходило здесь мы обрабатывали шейку фитоловином потому что здесь были какие-то моменты такие вот проблемные даже вот цвет шеи мне не нравился ну и вот посмотрим смотрите сколько крышочков от шейки идет красота же жирные красивые вкусные о сколько выдал корней этот цветочек и вот этот листик это тоже новенький листик здесь та же самая при посадках только немножко немножко я добавила мха и вот это уже от корню личка вот этого вот ничего не было ну боже ты не особо видно там корней то было с гульки нос вы сами все видели ну вот он тоже прошел к стенке и видно что он в росте больше нет не видно но от шеи прекрасный прекрасный результат смотрите какой торгар слышно вам нет надо чем-то стучать попробуем так ну торгар бесподобный все замечаем это один товарищ и вот второго товарища возьму вот здесь вот он сразу знаете этот не испытал ни малейшего стресса после пересадки а вот этот смягчил лист морщинистой но морщинистой я напомню что когда они корневую систему потеряли как пришли ко мне в мокрые они тоже морщинили листы и потом восстановили но в общем то все равно после пересадки вот этот листик утратил и торгар и появилась морщинистой и не только морщинистой он еще немножко видите пожелтел я думаю она скоро его скушает окончательно и основательно ну и пойдет далее в рост но смотрите тоже какая красивая картина друзья этих же кореш очков не было у нас вы же помните не помните посмотрите видео там кашу встретить красота и достаточно я хочу сказать быстро я получила этот отклик то тоже корешочек в росте видите от шейки корни ну поперли здесь пока ничего не вижу вот но сами повторюсь помните какая там была картина ну вот он корешочек был дает у нас тоненький это получается этот корешочек начал он растить дальше жирный корень который находится вот у нас в росте ну вот такая вот штука мне понравилась такая посадка и тут центре вам появляется листочек я думаю вам видно попробуем насчет тургора наверно сами видите тургор отличный все мне нравится визуально можно еще раз их поставить посмотреть все вместе листики плотненькие у всех хорошенькие глянцевые явно им нравится это посадка нравится так полив ну вообще нравится находиться в этих условиях здесь тоже не дырочек такой же полив проливом составлением ноут буквально с мизинчик водички вот это вся совокупность помогает удерживать влагу именно влагу но не мокроту прям классно нравится керамзит также позволяет добиться каких-то карманов воздушных сам он тоже получается дает возможность проникать воздуху и не трамбует не спрессовывает посадку вот такие вот результаты после пересадки бюджетную посадку мне нравится возьмите на вооружение и здесь еще вот в этом моменте здесь углубляла я цветоносик вот в посадку срезанный и я его обмазывала пастой топуджин чтобы инфекция не пошла в шею ну принципе вроде все сказал если у вас будут вопросы задавайте постараюсь ответить всем спасибо за просмотр до новых встреч друзья пока пока